Что касается Банка развития БРИКС, у меня представляется эта идея несколько утопическая. Она хорошая в целом, она хороша как иллюстрация нашего сближения, сближения стран, стремящихся максимально быстро выращивать свои экономики. А что касается Международного финансового института, я слабо в это верю, потому что история знает примеры, например, Российско-Казахского банка, Российско-Венесуэльского банка, еще каких-то в мире. Международный банк у нас есть, Банк МИП, по-моему, если не ошибаюсь. Ни один из этих инструментов не работает в той мере, в какой бы это давало ему возможность конкурировать с Банк оф Нью-Йорк или с Дж.П. Морганом, с кем угодно. Инструмент финансовый – это не инструмент политического влияния. А если вы, прикрывая политический инструмент, маскируете его под финансовый, я думаю, что выгода будет только, может быть, в политическом отношении, и это очень краткосрочная. Вы заявите, вы продекларируете, что у вас есть инструмент, в котором работают валюты отличные от евро и доллара, и дальше за этим все, дальше тишина. Спасибо.